Шалом, дорогие друзья, с вами Яков Шатагин из Иерусалима, и мы продолжаем усердно готовиться к празднику Шавуот. А почему мы так усердно к этому празднику должны готовиться? Потому что, говорят нам наши мудрецы, Шавуот – это день суда. День суда над чем? Над плодами деревьев. Пришла весна, скоро будет урожай, и Всевышний судит, каким будет урожай, насколько обильны, какие будут у нас плоды. Говорят нам наши мудрецы, не забывайте самое главное. Что человек также назван деревом. И когда Тора говорит, что будут судить плоды деревьев, имеется в виду так же, что будут судить нас самих. У нас есть два суда в течение года. Осенью первый суд – Роша Шана. В этот день Всевышний судит материальную составляющую нашей жизни. Какое будет здоровье, насколько будет большой дом, какие материальные ресурсы Всевышний в этом году нам выделит, чтобы мы могли ему служить. И от этого, как Всевышний определяет, каким был прошлый год, что ты сделал с предыдущими ресурсами, на что ты их потратил, на святость или нет. И Всевышний решает, сколько давать материального блага тебе, чтобы ты мог служить Творцу. Весной в Шавуот у нас идет второй суд. Второй суд над духовной составляющей. Сколько выделять тебе знания Торы. Сколько выделять тебе любви к заповедям. Какая у тебя будет восприимчивость к духовному миру. И это все будет решаться в Шавуот. Это важнейший день суда над Торой. Сколько Торы дадут каждому из нас. Сколько святости дадут каждому из нас. Также мы знаем, что дважды в году мы читаем проклятия. У нас есть две главы в Торе, в которых написано проклятие. Человек, который будет грешить, он будет проклят, и он получает почти 100 проклятиев. И эти проклятия мы читаем в конце года. Мы читаем их перед Рошушана осенью. Почему? Говорят нам наши мудрецы, чтобы ушли эти проклятия. Ушел прошлый год, начался Новый год, и начались благословения, которых мы так ждем. И это мы читаем осенью. Также в Шавуот, весной, мы скоро будем читать проклятие, чтобы ушел этот год, и начался Новый год, и принес нам только благословения. Это очень важно знать, что есть два Новых года основных. Роша Шана осенью, Шавуот весной. Поэтому так важно готовиться к этому дню. Чем больше мы подготовлены, тем больше у нас будет Торы. Чем больше у нас будет Торы, тем больше будет всего самого хорошего, потому что мы созданы, чтобы служить Всевышнему. Написано, что Всевышний творил мир шесть дней. На седьмой день он дал нам Шаббат. Но творение мира не закончилось. А оно закончилось тогда, когда евреи поднялись на гору Синай, и там получали Тору. И все народы, которые хотели получить Тору, пришли тоже на гору Синай. Такое было условие в мироздании, что если вы придете тогда, шестого Сивана, получать Тору, тогда все у вас будет хорошо. И поэтому, когда мы читаем про семь дней творения, про шестой день мы читаем Йом Гашиши, шестой день. И там есть буква Гэй, определенный такой артикль, что какой-то особенный шестой день. Почему в днях творения мы подчеркиваем, что шестой день какой-то особенный, определенный? Потому что все мироздание, оно застыло, и оно ждало шестого Сивана, день дарования Торы. Если человечество придет получать приказы Творца, придет получать Тору, тогда мироздание продолжит существовать, и все у нас будет хорошо. И так и случилось. Йом Гашиши, шестой день. Все ждали мироздания Замерва, и ждало, когда люди придут общаться со своим творцом. День дарования Торы, день суда над нашей духовной составляющей жизни. Поэтому давайте максимально готовиться. Нужно очень сильно подготовиться, потому что от Шавуота зависит вся наша жизнь. Спасибо огромное за внимание. Хак Шавуот Самех.